Проще всего людям сесть за легковой автомобиль, не хватает людям чего-то и поехали оказывать услуги, не ознакомливаясь ни с законодательством, ни о пассажирском транспорте. Просто человек считает, что он может. А что должен иметь водитель такси, кроме лицензии? Что он должен проходить? Можете рассказать всю эту процедуру? Процедура все зависит от скольки автомобилей у человека, как такси. Если он самозанятый, то там самоконтроль. Если больше 10, то тогда там предрейсовый техосмотр транспортных средств проходить, а водитель предрейсовый медицинский осмотр. При проверке транспортных средств машина должна быть оборудована, кроме того, что сигнальный фонарь на крыше автомобиля должен быть установлен, еще должен быть оплеен шашечками. В транспортном средстве установлен таксометр. И также находятся лицензии, согласно законодательству. В связи с тем, что все оказывают услуги нелегально, здесь уже люди придумывают себе цены на проезд. Ну а также, я же говорю, безопасность страдает. Это больше всего в плане того, что не проходится ни предрейсовый медицинский осмотр водителям, ни технический осмотр. Кроме этого, еще, я же говорю, согласно законодательству уже, если на коммерческой основе используется транспортное средство используется на коммерческой основе, то у него должен быть протокол техосмотра транспортного средства в полиции. А есть какие-то ваши рекомендации, как можно искоренить эту проблему? Или тут единственное только сознательное отношение самих пассажиров? Пассажир что делает? Он садится в машину, он не понимает, есть водитель на лице, или нет, что будет застраковать. Сегодня ты поехал нормально, завтра ты попал в ДТП с таксистом. Пассажир, когда садится в машину, ему главное доехать с точки А, с точки Б. На чем он будет ехать, какая машина ему, ну, как работа показывает, без разницы. Сознательность граждан, не только пассажиров, но и самих водителей. Плюс, некоторых водителей вводят в обману службы такси, которые говорят, заключают с ними договор на информационную службу, а рассказывают, тебе больше никаких документов не надо. Здесь ответственность несет сам водитель уже, не зная законодательства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!